Спасение моряков в Одессе, инновационный форум в Киеве и необычный показ мод в Харькове. Об этом и не только будем говорить в выпуске новостей на UATV. В студии работает Артем Бибик. Всех троих членов экипажа с танкера, терпящего бедствия у берегов Одессы, эвакуировали. Их доставили в ближайшие больницы. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций. Танкер «Дельфи» под флагом Молдовы сорвало с якоря в Одесском заливе. Спасатели и частный буксир Австралии пытались эвакуировать экипаж с судна, хотя танкер не подавал сигнал бедствия, а сам экипаж отказался покидать судно. Как выяснилось, у них не было разрешения на вход в ближайшие порты Пивденны и Одесский. Но позже сигнал СОС танкера таки поступил. Спасательная операция длилась несколько часов. Не были задействованы водолазы военно-морских сил Украины. Украинских моряков задержали в Малайзии. У Балкера с российско-украинским экипажем не было разрешения на вход в местный порт. Управление морской полиции остановило судно. На борту находилось 23 человека. Сколько среди них украинцев, пока не уточняется. Кому принадлежит Балкер, тоже пока неизвестно. За подобное нарушение грозит штраф 24 тысячи долларов и, возможно, лишение свободы до двух лет. По данным местных СМИ, два моряка отправили в офис управления морской полиции для дальнейших разбирательств. Забрали землю и заставили работать в колхозах. Такой была принудительная коллективизация в УССР. Несогласных депортировали и расстреливали. В преддверии Дня памяти жертв Голодомора ЮЭТИВИ напоминает о преступлениях советского режима. Мы продолжаем цикл «Убийственное наследие». Марина Орленко 10 лет исследует историю своей семьи. Часы работы с рассекреченными архивами СБУ дали результат. И ей удалось найти дело брата бабушки, ее мужа, Прохора Капшученко. У их семьи было большое хозяйство в селе Пирогово под Киевом. В начале 30-х годов у них забрали все, что они поколениями зарабатывали тяжелым трудом. Работала вся семья. Детей было много. У них были огромные склады. Их раскулачили, забрали дом Капшученко. Он, между прочим, дом до сих пор там в Пирогове стоит. И рядом Крыныца, который до сих пор называют Прохора Крыныца. Семью Капшученко сослали на Урал. Это было обычным делом для тех лет. В украинских селах бушевало раскулачивание. Власть прикрывалась благими намерениями. Якобы забирали все у врагов буржуев и отдавали бедным. Советская пропаганда пыталась разделить крестьян. Для этого демонизовала обеспеченных селян, даже придумала для них отдельный термин – кулак. Первый удар пришелся именно по ним. Было несколько целей. Во-первых, запугать все село. Во-вторых, кулаки были независимы и имели авторитет. Их нужно было забрать из села, чтобы уменьшить возможность сопротивления. Прохора Капшученко тянуло к родной земле. Он сбежал с Урала, поселился в Киеве и даже пытался вернуться в родное Пирогово. Это стоило ему жизни. Так как он был большим противником коллективизации и так далее, когда он встречался со своими друзьями в том же Пирогове, он всегда выражался против советской власти, против коллективизации и так далее. Естественно, это донесли. Донесли, его забрали в Допор и через некоторое время расстреляли. Советская власть на месте отобранных хозяйств создавала колхозы, куда сгоняло крестьян. Коллективизация была использована не для развития сельского хозяйства, а чтобы лишить крестьянства экономической альтернативы, чтобы превратить независимых фермеров в полностью зависимый от власти сельский пролетариат. Украинское село сопротивлялось и в 1930-м даже смогло временно остановить коллективизацию. Чаще всего происходили женские бунты. Например, крестьянки выходили, чтобы защищать свою корову, чтобы ее не забрали, чтобы было молоко, чтобы было чем кормить детей. Конечно, были и другие виды бунтов. Весной 1930-го года Сталин отступил, но осенью того же года коллективизация продолжилась, но в более мягкой форме. Пропаганда обещала, работа в колхозах увеличит продуктивность труда. От людей требовали увеличить сбор урожая на 150%. Ведь именно украинское село должно было кормить советский рабочий класс. На самом деле речь шла о том, чтобы государство контролировало процесс сельхозпроизводства. Когда крестьянин ввел хозяйство сам, он был собственником своей продукции. Он продавал ее государству. А если его не устраивала цена, не продавал. В результате хлеб начали изымать. Историки говорят, именно коллективизация дала СССР возможность организовать на территории Украины искусственный голод. Юлия Крючкова, Илья Крепак, UATV. Стартаперы, бизнесмены и культурные деятели со всего мира отныне могут объединиться в цифровом сообществе. Новое приложение Global Ukraine, которое поможет им делиться своими идеями и помогать друг другу в развитии и реализации проектов, презентовали на восьмом форуме Global Ukrainians. Главная тема в этом году – цифровые стратегии для развития украинских громад. На нашей мобильной платформе каждый сможет предложить новости, идеи сообщества. Это пространство для людей, которые могут участвовать в реализации проектов. Фокус именно на конкретные вещи. Как говорят, собрать не токинг, а дуинг. Не тех, которые будут говорить, что нужно, а тех, кто работает на реальные результаты. Вышли на подиум, несмотря на диагноз. Необычный фэшн-вечер прошел в Харькове. Моделями стали женщины, у которых диагностировали рак груди. Около 30 участниц всех возрастов из разных городов Украины на подиум они вышли впервые. Подробности далее. Сделали точку, попозировали, покрасовались. Ушли. Держать спину и идти по подиуму с гордо поднятой головой для этих женщин сейчас самое важное. У всех диагностировали рак молочной железы. И это дефиле – возможность преодолеть страх и боль, связанные с болезнью. Пусть это будет каким-то толчком, что вот, может быть, что-то они почерпнут, захотят новую профессию. Я не знаю, поменять, может, что-то в жизни поменять, ярче жить. Потому что, ну, это тоже, девчонки говорят, мы боимся, мы боимся. Ну, тоже, это какая-то смелость. А что там здесь стиль? Это нью-лук. Это стиль нью-лук. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Потому что я и мода. Юлия Зеленова ощутила себя королевой подиума, как только примерила нарядное платье в стиле 60-х. Сама из Луганска. В разгар военных действий пять лет назад переехала с двухмесячным ребенком в Харьков. И уже здесь услышала страшный диагноз. Прогнозы были неутешительные, но благодаря сильному характеру и поддержке близких болезнь отступила. К сожалению, четвертая стадия. Не всегда быстро можно выйти в ремиссию. Зачастую это приговор, но не в моем случае, потому что я борюсь. Лечение не прекращается до сих пор. Я точно знаю, что 21 января будет ровно пять лет моему диагнозу, и я попала уже в 15%. То есть в 15% с четвертой стадии те, которые выживают. Харьковчанки Елене Мовчан 36. Она модельер женской обуви. Опухоль у Лены нашли этой зимой, на ранней стадии. Но поддержки не было, отвернулись самые близкие люди. Поэтому обратилась к врачам поздно. Сейчас будет операция на этой неделе по восстановлению уже груди. Поэтому этот праздник мне как никогда нужен, чтобы идти на позитиве на операцию и быть бойцом. Макияж, прически, платье – все участницы, по задумке организаторов, должны будут представить себя, показать образ и пройтись по подиуму. Наряды в трех стилях – нью-лук, глэм-рок и классика. Стилисты и визажисты работали прямо в зале перед публикой. Иногда очень важно почувствовать себя стопроцентной женщиной, богиней на высоте, над которой все колдуют, создают прекрасный образ. Единственный мужчина на подиуме – профессиональный манекенщик Кристиан. Он обучал участниц особенного показа «Азам Дефиле». Признается, с этими моделями работать было легко. Они открытые, они гибкие, они слушают и сразу воспринимают информацию, которую я говорю, и сразу ее практикуют. Спасибо огромное. Итак, еще один образ, друзья. Это наш финальный образование. По данным Национального канцер-регистра в Харьковской области, в прошлом году врачи обнаружили больше тысячи новых случаев рака молочной железы. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Харьков, ЮЭй ТВ. Звезда голливудских боевиков Дон Дракон Вилсон проведет в Украине серию мастер-классов по боевым искусствам. Уроки, 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу и фулл-контакт каратеза планированы в Киеве, Южноукраинске, Одессе, Измаиле. Заявки на мастер-классы подали не только украинцы, но и бойцы из Нидерландов и Румынии. Дон Уилсон на занятиях использует технику реального боя. Главная цель таких тренировок – привлечь как можно больше людей к занятиям боевыми искусствами. Много людей знают меня как актера, но фильм можно посмотреть в кинотеатре, по телевизору. Для меня эта профессия – способ заработать деньги, а боевые искусства для меня – это состояние души. Поэтому я провожу семинары по всему миру. Я надеюсь научить чему-то людей в Украине и вернуться в Украину через год-два, увидеть улучшение и рост тех, кто приходил на семинары. И эта мысль радует меня. Вот эти вот люди, которые, значит, ну, великие международные масштабы, да, люди-легенды, значит, мы всегда преследуем цель, которая состоит в том, чтобы вот когда вот они уедут от нас, они оставались нашими агентами. Чтобы они вот всему миру рассказали вот кто мы, что мы, какие мы, как бы разнообразные совокупы. За 1 миллион 260 тысяч долларов ушел с молотка уникальный комикс на аукционе в Далласе. Это первый номер Marvel 1939 года. Кто купил рекордно дорогой комикс, пока держат в секрете. Известно, что первым владельцем был американский почтальон, который купил журнал 80 лет назад в киоске всего за 10 центов. В первом выпуске представлены такие персонажи, как Человек-факел, Казер, Ангел и Немор. Это все, что успеваем рассказать. Больше новостей ищите на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Увидимся в 19 часов по Киеву, тогда следующий выпуск новостей на русском. Все самое важное на UATV не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин